Открытая студия С удовольствием об этом узнал, но тем не менее, мой сегодняшний гость, я его представлю чуть позже, попросил присылать сообщения, может быть, какие-то пожелания, когда бы вы хотели, чтобы наша программа выходила, мы под это время и сориентируемся. Представляю вам своего сегодняшнего гостя. Евгений Губко, президент Ассоциации телерадио-овещателей Свердловской области, или телерадио-производителей? Союз, да. Да, и вице-президент антикоррупционного комитета Антикор сегодня будем говорить о коррупции, как всегда, о коррупции в телевизионном мире. Жень. Добрый вечер. Сегодня я хотел бы рассказать о нашем анализе последних тендеров, проведенных администрацией города Екатеринбурга, а точнее МУП радиостанции Екатеринбург, возглавляемой Инной Боевой, среди средств массовой информации региона. Давай для начала поясним, что тендер проводится среди СМИ, это государственные деньги, которые платятся за освещение деятельности того или иного государственного органа. В общем, неплохие деньги, речь идет о 6,5 миллионах, и вот сейчас состоялся определенный тендер, очередной, прости. И какие-то средства массовой информации его выиграли, и выиграли так, что даже вы, телевизионщики, все растерялись, сказали, это вообще кто? Есть и узнаваемые средства массовой информации в регионе, которые выиграли, не надо говорить, что все такие там плохие и так далее, но многие из них с большим знаком вопроса. Дело в том, что до проведения тендеров заместитель главы города Екатеринбурга Куземка Екатерина повстречалась с руководителями всех победителей тендеров, которые победили в этих проведенных тендерах. Это джаз-медиа, там накануне, евроазиатские новости. Но самым интересным... Самое интересное было ИП какая-то там. ИП Широкова Дина Борисовна Санкт-Петербург, которая взяла самую большую сумму, это 1 миллион 750 тысяч рублей. Я думаю, надо напомнить Навального, который еще летом, недавно, перед выборами в Москве кричал, ребята, нам нужны ваши подписи. 5 тысяч подписей нужно было каждому кандидату. И как мы помним, Навальный кричал об этом 2 месяца. И в конце концов получилось, что оказывается, не все кандидаты собрали эти 5 тысяч подписей. А тут человек, 2,5 тысячи человек готов опросить 3 раза за 3 месяца. 7,5, не менее, 7,5 тысяч в трех опросах, естественно. Но мы дальше, я продолжу, начинаем копать. Вот девочки сговорились, так скажем, это Куземка, Боева и вот это вот Дина Борисова-Широкова. А в соцсетях не поудаляли, что они друзья. Ну, на Фейсбуке, на Одноклассниках и так далее. Я больше чем уверен, что сейчас, через пару минут, заходите, зрители, кто нас сейчас смотрит, они еще в друзьях. Я думаю, сейчас исчезнут из друзей, потому что нас сегодня наверняка смотрит госпожа Куземка. Этот эфир адресован прежде. Надо пояснить, опять же, кто такая госпожа Куземка. Это заместитель, я сказал же, да, заместитель главы города Екатеринбурга. Я считаю, что этот человек на сегодня сидит. Катя решала, у нее есть прозвище уже за такой короткий период времени. Я считаю, что средства, выделенные в свое время по хотению, хотелка той же Куземки, только ее когда поставили на должность. А я считаю, что ее незаслуженно поставили, ее назначили. Она сразу принесла идею главе города Екатеринбурга создать медиахолдинг. Ей задали вопрос, когда Высокинский, как глава города, молодец, устроил открытую встречу с руководителями СМИ. Я помню, мы сидели там до полодиннадцатого, на все вопросы он ответил, прям впрямую. Я задавал ему вопросы, и люди не очень удобные вопросы. Но он обозначил четыре СМИ, которые могут войти в этот медиахолдинг. Но твое туда не вошло. Да не, ну естественно, а что Вы говорите? Какой там, там, 41-й, ихний сайт этот администрация, Радио Город. Радио Город, это как раз та самая, Инна Боева. Да, и газетка о вечернем Екатеринбурге. Инну Боеву тоже непонятным боком оттуда с радио «Комсомольская правда» занесло. Все мы помним, горожане помнят, как она оголяла грудь на 41-м канале. Она голая просто, в какой-то журнале фотографировалась. Да, 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 в новостях и в журнале фотографировалась. Ну, то Бог ей судя, это говорит о репутации. А сейчас эту девочку допустили совместно с Катей Решалой до пиления, я так скажу, бюджетных средств. Вот мы посмотрим на результаты ихней работы. Так скажем, все тендера, я изучил все, которые были объявлены, невыполнимы за такой короткий период времени. Два с половиной месяца. Еще не со всеми заключены контракты. Мы всегда готовы принять ваши жалобы и отреагировать на них. Кстати, наш коллега Евгений Анисимов сегодня, прямо в данную минуту работает в Архангельской области, по Шиесу, по Свалке, там. И обязательно в ближайшее время вы увидите материал. Что касается невозможностей. Во-первых, ты телевизионщик, я телевизионщик. Мы прекрасно понимаем, что человек выиграл самый большой контракт из Санкт-Петербурга. Вот меня сейчас отправить в Санкт-Петербург освещать деятельность городской власти, да меня туда в выгрузе, в центр города, я Аврору никогда не найду. Как я могу там что-то освещать? У тебя федеральный канал. Но я думаю, ты тоже не в каждом городе что-то знаешь. Ты приходишь, надо куда-то, прежде чем сунуться, надо изучить хоть что-то. А тут пришел, два ляма хапнул, прости за сленг, да? А как они будут собираются освещать? Давайте начнем с того, что заходите в СПАРК и смотрим. ИП Широкова Дина Борисовна зарегистрировано ОГРН, так скажем, в государственном реестре в декабре 2018 года. Соответственно, ну какой опыт госконтрактов у человека может быть? Меня поражает одно. Ну хотя бы если бы делали подставуху, да, такую вот уже ярко выраженную, хотя бы из местных взяли-то, чтобы претензии-то вот СМИ известные, мы знаем и так далее. А то берут подругу, мало того, что еще подругу, сейчас, наверное, я уже повторюсь, со всех соцсетей они там избавятся от друзей, вернее, ее там удалят и так далее. Вот. И она выигрывает самый крупный контракт. Ни в коем случае у нас никакой зависти. Мы специально не принимали, хотя у нас большущие возможности принимать участие, а наблюдали за проведением этих тендеров. В большинстве случаев участник был один. Вот. Соответственно, как мы понимаем, что другие СМИ туда, ну просто им сказали не лезть. Вот и все. Еще один вопрос. Еще один контракт на сумму 1 миллион 180 тысяч рублей получило издание накануне РУ. Сейчас я объясню, к чему я этот вопрос задаю, да. За указанную сумму до 29 декабря информагентство должно разместить 85 материалов, бла-бла-бла. Самое интересное. Количество просмотров информационных материалов в будний день должно составить не менее 80 тысяч. Нет в Екатеринбурге ни одного издания, которое просматривает ежедневно 80 тысяч человек. Может быть Е1, хотя я тут не уверен. Возможно у Е1, и то не каждый день, периодически бывает. Единственный на весь Екатеринбург, кто может, да, вот эту сумму дать, вот это количество, это если мы с тобой вместе объединимся. Я еще в интернете работал. Мы вдвоем, если объединимся. Евгений с Крик ТВ, я со своей реальной журналистикой. Может быть мы еще натянем 80 тысяч в день. Мы единственные, больше в Екатеринбурге никого нет, кто может потянуть такое количество. Для этого есть сизадмины, хакеры и так далее, которые естественно накрутят. Накануне вообще так-то можно, кто у руля стоит накануне точка ру? Это Татьяна Николаева. Вот в свое время было заведено уголовное дело, оно сейчас бесфигурантно в Следственном комитете, кстати, находится. Даже проводились какие-то действия следственные, изымалась бухгалтерия. Татьяна Николаева руководила телеканалом «Ермак», такой известный был телеканал у нас. До этого областным телевидением, но не с самим информацией. И вот Татьяна Николаева с господином Перлой, такой был Андрей Наумович в полпредстве, очень успешно осваивали бюджетные средства, без всяких тендеров и так далее. Очень хорошо. Там в уголовном деле я пообщался со следователем, да, это интересные вопросы. Каким образом возникает вопрос, я пообщался. Дело в том, что мы телеканалу «Ермак» в своем офисе предоставили помещение. И когда Татьяна Николаева убежала с кресла директора, полпресса попросила Андрея Муриновича возглавить этот телеканал. Давай поясним зрителям, телеканал «Ермак» это был телеканал, который финансировался за счет средств бюджета, налогоплательщиков, полномочного представителя президента в Уральском федеральном округе. И Андрей Муринович, учитывая наши отношения добрые, ему принадлежит телеканал «Реальный Тагил», попросил помещение в городе Екатеринбурге, чтобы СМИ было зарегистрировано. Естественно, мы предоставили, и не проходит два месяца, как он у руля, к нам приходит целая следственная бригада и говорит, у вас есть документы Ермака. Ну, естественно, он нам их привез, всю эту бухгалтерию со Степана Разина 18 Николаева, там у нее офис, там и накануне сейчас сидит. Перепечатали кучу документации бухгалтерской. Но самое интересное, удалось, пока они снимали копии и так далее, побеседовать со следственной бригадой. Они все-все знают. Говорят, мы не исключаем, что в скором будущем в этом уголовном деле возникнет фамилия Николаева, Перла и так далее. Хотя тогда Перла убежал в Севастополь, в администрацию Севастополя работать сейчас непонятно, кто он, там в Фейсбуке где-то всплывает. Ну, найти, я так думаю, можно его. Думаю, что все-таки фамилии появятся. Ну, как мне следователь сказал, около 40 миллионов похищено денежных средств. А, ты знаешь, я даже провел небольшое журналистское расследование, вот такое поверхностное, вот пока вот к эфиру готовился за полчаса буквально. Я даже знаю, откуда цифра эта 80 тысяч появилась. Потому что если зайти на YouTube, вот сейчас параллельно зайдите, посмотрите там с телефона, там откуда-то еще. У них как раз на YouTube на канале 80 тысяч подписчиков. При этом среднее число просмотров каждого видео 5-6. Ну, это ж легко посмотреть. То есть, понятно, что они нарисованы и все подписчики. Мы будем следить. Наша ассоциация Антикор будет специально следить за исполнением этих тендеров. У меня... Миллион сто восемьдесят. Ну, всего, беспокоит вот этот контракт Широкова Дина Борисовна. Очень мне хочется по нему, прям есть большое желание возбудить уголовное дело. Естественно, что не мы, а по нашему заявлению, да, попытаемся это доказать и будем отслеживать, каким образом. Мне просто интересно самому, как можно опросить семь с половиной тысяч человек, не находясь в городе Екатеринбурге. А я хочу напомнить, Навальный, это Навальный кричал все лето, ребята, нам надо пять тысяч подписей, не смогли они собрать. А тут Широкова из Санкт-Петербурга, видимо, целых семь с половиной тысяч человек. За всем этим, как мы видим, стоит Катя Решала, это заместитель главы города Екатеринбурга Екатерина Кузенка. Программа, к сожалению, к счастью, может быть, подходит к концу. Давайте подведем итоги голосования. Доверяете ли вы российским СМИ, 71% только доверяют, и вот сколько там, 89% не доверяют. Удивительно, что 11% еще нет. Ну, а это, наверное, сама Кузенка звонила, у нас же как звонок, позвонили, раз голос прошел. Она, видимо, там сидели всем отделом, названивали, ну, вот как-то так, и это печально. А это была открытая студия, это был Евгений Губко, который начался новый сезон, я думаю, будем радовать вас новыми разоблачениями. Ждите нашего коллегу Анисимова, скоро приедет, расскажет вам, что делается в Архангельской области. Мы прям все этого ждем. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова